Платить за проезд в городском транспорте станет гораздо легче и удобнее. В Якутске запускают первую в России универсальную систему оплаты проезда. На самом деле у нас есть федеральный закон, по которому мы уже получили предписание от соответствующих органов. Будет приведено в соответствие в ближайшее время взимание оплаты, это будет оплата при входе. И будет работать служба КРС, которая раньше была и сейчас в муниципальном предприятии существует. То есть будут проверять билеты, которые у нас выдает электронный кондуктор, в данном случае чеки, на соответствие оплаты. Также предусмотрен за безбилетный проезд штраф, пока он у нас в городе Якутске небольшой, 100 рублей. Но есть федеральное законодательство, которое рамка штрафа будет в зависимости от маршрута город-пригород колебаться от 1000 до 2000 рублей. То есть составлять акты и оплачивать, применять штрафные санкции. То есть это все уступит немножко раньше, 16 июня начнется, но массово, то есть требования, которые будут предъявляться, и служба КРС заработает с 1 июля. Поездку в городском автобусе можно будет оплатить не только за наличный расчет и привычными горожанам транспортными картами, но и при помощи банковских карт и смартфонов. Примечательно то, что пополнить баланс можно, не выходя из дома, при помощи мобильного приложения. Система электронной оплаты проезда была разработана российской компанией «Штрих-М» и «Эрлайн». Ее главной особенностью является тот факт, что она может принимать оплату различными способами. Проезд можно оплатить как проездной или банковскими картами, так и смартфоном. Система учитывает все бонусы и льготы горожан, школьные и льготные карты, а также выдает кассовые чеки, подтверждающие оплату проезда. На самом деле я очень благодарна городу Якутску за такую делегацию. И это очень правильно общаться непосредственно с тем, кто эксплуатирует систему, потому что мы работаем именно для вас. И вот эта прямая связь производитель и заказчик – это очень важно. Общение с самими перевозчиками – для нас это тоже очень большой опыт. Я считаю, что для вас это тоже опыт о том, что есть отечественные производители, оборудование которых находится на очень высоком уровне. Это поистине инновационные технологии, которые вы внедряете. Поэтому вы впереди планеты всей, что называется. Валидаторы – специальное устройство для считывания информации с карт или смартфонов установили во всех городских автобусах. Все системы работают и готовы принимать пассажиров. Система построена не онлайн, а она оффлайн. В технологиях получается, что терминал связывается с банковским оборудованием не постоянно, поддерживает связь, а каждые полчаса. И если у него связи нет, он продолжает работать на тех параметрах, которые у него есть. И питание в автобусе есть всегда, оборудование запитывается от аккумулятора автобуса. То есть пока автобус едет, оборудование в автобусе будет работать. Карта, не просроченная, на ней есть деньги, конечно, будет все работать. То есть это независимо. То есть это от состояния карты в большей степени будет зависеть, а не от оборудования, которое установлено в автобусе. То есть карточку предъявляет, помимо номера карты, терминал также считывает и тариф, по которому нужно обслуживать данную карточку. Ну, соответственно, он правильно и применяет эти тарифы. В связи с тем, что технология, наоборот, стала онлайновая, да, то есть все пополнения делаются через приложение, через интернет. В частности, виртуальную карточку, карту спутник, который онлайн, да, можно пополнить не только через приложение транспортная карта Якутии, а также можно пополнить в киосках банка, через приложение банковское, АЭП онлайн, тоже можно пополнить. То есть все это можно делать прямо с телефона. Отметим, что с 1 июля, после официального ввода новой системы оплаты проезда, если по каким-либо причинам в автобусе нет возможности считать карту, которой хочет расплатиться пассажир, он вправе доехать бесплатно. Новое оборудование приобреталось, оно не только для того, чтобы удобно было оплачивать проезд. Это, по сути, электронный кондуктор, который решает проблему с кондукторским составом. Потому что сегодня принять такое количество кондукторов просто невозможно, их физически нет. То есть потребность дневная у нас более тысячи человек, чтобы в штате было на сегодняшний день. Поэтому электронный кондуктор, он, конечно, помогает водителю, чтобы он не отвлекался движением, то есть занимался своей работой. Ну, а пассажиры должны оплачивать проезд. И тот девиз, который раньше был в наши советские времена, «Советесь пассажира лучше контролер», он, конечно, остается, никуда от этого не деться. Есть какие-то попытки предъявить либо старую карту, сегодня они присутствуют. Но здесь, конечно, надо понимать, что горожане не должны этими вещами заниматься, это все выявляется. В автобусе ведется полная видеозапись, то есть всегда можно посмотреть, кто это сделал, то есть и привлечь к ответственности этого человека. Конечно, этот процесс не быстрый, но возможность такая она есть и всегда будет. Очень круто, что появилась возможность оплаты QR-кодом. Я считаю, что наша молодежь это оценит, я в том числе, потому что это очень удобно, конечно, когда не нужно копаться в сумке, искать эти карточки, приложил телефон, оплатил и вышел. Очень надеюсь, что водители автобусов серьезно отнесутся к оборудованию. Я сегодня задавала вопрос, насколько ложится на них ответственность, потому что у нас очень часто бывает, что какие-то очень серьезные, хорошие начинания как раз сталкиваются с такой проблемой, когда автоматизация отторгается теми людьми, которые должны ее использовать, теми же водителями. Поэтому от общественной палаты большая просьба к водителям хорошо, тщательно использовать это оборудование, чтобы наши люди могли долгое время им пользоваться. Я считаю, что это правильно, потому что, опять же, если мы идем к цифровизации, то есть если мы идем к диджитал-экономике, а наш город всегда под руководством Анастаса Сергеевича стремился к этому, то мне кажется, что водители должны тоже внести свой посильный вклад в это. Они все-таки зарабатывают достаточно неплохие деньги на перевозках, и, я думаю, не составит им труда хорошо относиться к оборудованию и предоставляют нам постоянную возможность использовать все эти преимущества, о которых нам сегодня рассказывают. Здесь в основном, конечно, у нас забазировано все на центральной диспетчерской службе, потому что он является оператором системы по электронной оплате проезда и по организации перевозок, то есть он большую функцию выполняет. Поэтому, конечно, по каждому случаю будем детально разбираться и делать соответствующие выводы, наказывать кого-то, то есть водителя автобуса, владельца транспортного средства или сам пассажир понесет какие-то шафтные санкции. С 1 июля проезд в городском транспорте за наличный расчет будет составлять 30 рублей. Проезд за безналичный расчет по банковским картам через PR-код или приложение – 25 рублей. Проезд за безналичный расчет по картам «Спутник» транспортным картам через электронный кошелек – 23 рубля. Проездные карты будут стоить 20 поездок на 60 дней – 450 рублей, 40 поездок на 60 дней – 800 и 60 поездок на 30 дней – 1000 рублей. Максимальное количество поездок 60 на 60 дней будет доступно за 1100 рублей. Ну, также у нас сегодняшний день у нас по городу Якутск, например, это задача, которая была поставлена главой города Якутска, все-таки разница цены на безналичный расчет и по наличным расчетам, она должна все равно работать и у нас должна работать, она работает по всей Российской Федерации. И сегодняшний день мы, который установили с 1 июля, который будем устанавливать за наличные деньги, это будет стоить 30 рублей. Я думаю, таких цен по Центральной РФ, вообще по России таких тарифов у нас нету, поэтому я еще раз хотел бы нашим жителям города Якутска, все-таки еще раз, ну, я еще раз хотел бы сказать, например, все-таки у нас цены по России – самая низкая цена. Да, у нас социальные карты и школьные карты, они будут также, например, тарифы, они также остаются по 19 рублей. И сегодняшний день, например, по тарифам, например, у нас сегодняшний день пока каникулы, но с 1 сентября все вот школьные карты тоже также начнут работать. А по социальным картам у нас цены, которые у нас есть, и они не будут изменяться в этом году. В случае возникновения вопросов обращайтесь в отдел транспорта и окружной администрации. Телефон 40 80 94 или в Центральную диспетчерскую службу по номеру 42 48 14.